Привет, друзья! Давайте разберемся, какой анализ важнее в определенной ситуации – технический или же фундаментальный. Если хотите вкратце, то техническим анализом пользуются трейдеры, а фундаментальным анализом – инвесторы. Вот и все. Шучу, конечно. Давайте посмотрим поподробнее. Технический анализ основан на предсказывании поведенческих моделей, которые время от времени повторяются на рынке. То есть трейдеры, как правило, не заботят, чем занимается компания, какие у нее планы на будущее, кто руководит данной компанией и т.д. Его интересует только график и образованные на нем фигуры в текущем промежутке времени. Отсюда вы можете услышать такие понятия, как боковик, линия сопротивления, двойное дно, двойная вершина, голова-плечи и прочие не всегда понятные на первый взгляд названия. Я сейчас выскажу свое мнение, и скорее всего трейдеры меня за это не взлюбят, но я считаю, что теханализ – очень сомнительная наука, ведь нельзя никогда наверняка предсказать движение рынка, какая бы там фигура ни получилась. Например, бывает двойное дно, после которого должен наблюдаться тренд движения вверх, но, если оно не наблюдается, есть другое объяснение – тройное дно, или же ложное определение двойного дна. Причем, сколько я бы не встречал подобных определений, там пишут что-то наподобие этого. После данной фигуры тренд, возможно, изменит свое направление в противоположную сторону. То есть, может пойдет вверх, а может вниз, всему виной вероятности, а может и будет вокруг около одной цены колебаться. Также большинство книг о трейдинге крутятся вокруг эмоций трейдера и высказываниях о том, что рынок невозможно предсказать, ведь в операциях купли-продажи участвуют миллионы людей ежедневно. Предугадать, как сегодня отреагируют миллионы человек на разных континентах на то или иное событие, практически невозможно. Как мне кажется, теханализ заставляет искать трейдера закономерности там, где их на самом деле нет. И вот тут как раз и уместно выражение «игра на бирже» – именно игра, а не инвестирование. И исход этой игры может быть в вашу сторону, только если вам повезет, или против вас, если фортуна сегодня не на вашей стороне. Я ни в коем случае не хочу сказать, что на трейдинге не заработаешь. Есть примеры успешных трейдеров, которые заработали миллионы на спекуляциях. Но если взять, к примеру, одного из самых успешных спекулянтов прошлого века – Джесси Ливермора. Он заработал миллионы долларов, но потом их снова потерял. Потом снова заработал и восстановился, а потом снова потерял. И так несколько раз. Его называли провидцем и финансовым гением, но даже он не мог постоянно быть на коне, а его капитал лихорадил из стороны в сторону. Джесси Ливермор заработал сотни миллионов долларов на спекуляциях. Однако он застрелился в 63 года из-за того, что был в глубокой депрессии, потому что не мог понять, божественная ли это сила предугадывать движение акций. Или же ему просто каждый раз везло, или он просто попадал в нужное время в нужный момент. Фундаментальный же анализ – это анализ рентабельности компании, ее финансовых показателей, денежных потоков, обязательств – это долги компании, величины выплачиваемых дивидендов и тому подобное. То есть, иными словами, ты относишься к покупке акций компании, как к покупке целого бизнеса. И в твоих же интересах, чтобы у данного бизнеса все было хорошо с финансами, производственными мощностями и планами на будущее. Одним из основоположников этого анализа является Бенджамин Грэм, а последователем, можно назвать Уоррена Баффета, его состояние более 80 миллиардов долларов на текущий момент. У Джорджа Сороса, к примеру, состояние около 8 миллиардов долларов – это тоже немало, а он является одним из самых известных спекулянтов на сегодняшний день. Даже посмотрев на эти цифры, можно прийти к выводу, какой вариант анализа приносит большую пользу в долгосрочной перспективе. Это не значит, что я призываю вас закрывать глаза на теханализ и обращать внимание только на фундаментальные показатели. В идеале знать тонкости и трейдинга, и тонкости инвестирования. Это поможет принимать более осознанные и конкретные решения по поводу покупки акций той или иной компании. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда изучайте что-то новое из сферы финансовой грамотности, и инвестирование, и результат не заставит себя ждать. Кстати, это можно делать на нашем канале, поэтому не забудьте подписаться и поставить лайк под этим видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!